Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы читаем 14 главу первой Маковейской книги. Читаем в переводе Брагинской и Шмайной Великановой. Мы остановились в прошлых наших беседах на том, что Симон после кончины своих братьев, последний оставшийся из Маковейских братьев, возглавил Государственной Израиль, стал первосвященником, военачальником, предводителем Израиля. На Селевкидском престоле происходит борьба между двумя соперниками Трифоном и Деметрием. В Иерусалиме, наконец, освобождена, очищена крепость, то есть какое-то укрепление, где находились враждебные Израилю воины. Теперь все это подчинено Симону. И Симон теперь уже вместе со своим сыном Иоанном, будущим Иоанном Герканом, правят в Израиле. И вот в 172 году царь Деметрий собрал свои войска и отправился в Мидию, чтобы получить дополнительные силы для войны с Трифоном. Деметрий и Трифон – два конкурента, которые соперничают, сражаясь за престол над Селевкидской империей. Но Арсак, царь Персиды и Мидии, услышав, что Деметрий вторг в своего предела, послал одного из своих военачальников с приказом взять его живым. Тот выступил, разгромил войско Деметрия, захватил его самого и привел к Арсаку, а тот заключил его под стражу. Вот так описывается международная ситуация. Деметрий собирается сражаться с Трифоном, хочет совершить военный поход, чтобы набрать новых воинов и добровольцев, и кого-то увезти в рабство в результате этого военного похода и тоже включить в число своих воинов. Но не тут-то было. Царь Мидии, наоборот, разгромил войско Деметрия, взял его под стражу. А что происходит в это время в Израиле? Здесь такой вот длинный поэтический отрывок, поэтическая вставка. «Земля Иуды мирно покоилась во все дни Симона, родила на благе народным, а им по душе была его власть и слава его во все дни. Ко всей славе своей ради гавани взял он Иопу, отворив ход и выход к морским островам». Иопа, Иопия — это современная Яфа, пригород современного Тель-Авива, очень важная в таком стратегическом отношении территория, населенный пункт, потому что там находится крупная гавань, о чем здесь и говорится. И вот Симон начал свое правление с того, что освободил от всех врагов Иопию. Иопия полностью подчинена Израилю. «Для народа раздвинул границы страны, стал владыкой в пределах отчизны, он согнал многочисленных пленных, взял Газара, Бетсура и крепость, все нечистое выдворил вон из нее, и никто не мог выстоять против него». Мы читали в предыдущей главе о взятии вот этих городов, и Иопии, и Газары, и Бетсуры, и самое главное — крепости в Иерусалиме. Что такое нечистое, которое Симон выдворил из этой крепости? Это, конечно, идолы, которым там, вот в Иерусалиме, в древней столице Израиля совершались идолослужения, жертвоприношения. Теперь этого всего больше нет, нечистое все выдворено. «Всякий мирно возделывал поле свое, и земля приносила в ответ урожай, и свой плод деревья равнин». И на улицах старцы сидели кругом, толковали друг с другом о добрых делах, а вот юноши, те облачались во славу, надевали ризы войны. Пожилые люди могут спокойно беседовать, нет необходимости уже теперь непрестанно воевать. В период такого затишья, благоденствия, они рассказывают друг другу о былых делах, сражениях, войнах за закон, за Бога и о каких-то других добрых делах, может быть, обсуждают закон. Юноши облачаются в какую-то особо красивую одежду. В оригинале очень непонятное, на самом деле, место, во что они облачаются, что это за одежда. Но понятно, что это какая-то вот торжественная, красивая одежда, подчеркивающая период такого благополучия. «В города доставлял он скистные припасы, укрепления в них возводил, и прославилось имя его доброй славы вплоть до самого края земли». Мы читали о том, что действительно Симон продолжает укреплять города, строить стены, башни, и запасает продукты, запасает припасы в каждом городе на случай новых войн, на случай осады. «Мир принес он на землю, а счастливил Израиля счастьем великим. Всяк сидел под своей виноградной лозой, под свою смоковницу каждый, и никто не страшил их. Никого на земле не осталось, чтобы войной пройти против них. Вон и дни сокрушились и сами цари, всем убогим в народе своем он опору давал и родил о законе, истребляя отступников всех, истребляя мерзавцев». «И поставил святилище он, а священную утварь его приумножил». «Прославил святилище он, простите, а священную утварь его приумножил». Вот так описывается правление Симона. «Перед, благополучие, радость и веселье, Иерусалим освобожден, в храме совершаются богослужения, новая утварь сделана для храма, и Израиль находится в состоянии покоя. Он независим, он укреплен, и вот именно такие плоды правления Симона». «Тут дошла до Римы и даже до Спарты весть о том, что Иоаннатан умер, и они сильно опечалились. Когда же они услышали, что Симон, брат его, стал первосвященником, вместо него и властвует над страной, находящейся в ней городами, то написали ему на медных дощечках предложение возобновить с ним дружбу и союз, какой они заключили с его братьями Иудой и Иоаннатаном». Это мы прочитали перед собранием в Иерусалиме. Мы читали раньше о том, что Иоаннатан, а до того даже Иоаннатан, и Иуда пытались наладить, как бы мы сейчас сказали, дипломатические отношения с Римом, с Спартой, Иоаннатан тоже списывался. И вот при Симоне вновь возобновляются эти дипломатические контакты. Вот список письма, присланного спартанцами. Правители и город спартанцев приветствуют Симона, великого священника, старейшин, священников и остальной народ, иудеев и братьев наших. Послы, отправленные к нашему народу, сообщили нам о вашей славе и чести. Мы обрадовались их прибытию, записали сказанное имя в свой свод решений. Записали так. «Нумени, сын Антиоха и Антипатер, сын Ясона, послы иудеев, пришли к нам, чтобы возобновить дружбу с нами. Народу угодно было принять этих людей с почетом и занести их в списоках речей в общедоступные свитки, чтобы народ спартанцев хранил об этом память. А список с этого они сделали для Симона, первосвященника. После этого Симон пасхал Нумени в Рим с большим золотым щитом, весом в тысячу мин, чтобы подтвердить союз с ними». Вот так Симон выступает не только среди Израиля и сопротивляясь нападкам со стороны селевкидских правителей, но и на международной арене, как мы сейчас сказали вам. «И Нумени и те, кто с ним, прибыли из Рима с письмами к царям и странам, в которых было написано следующее. Глуки консул римлян приветствуют царя Птоломея. Послы иудеев, отправленные первосвященником Симонам и народом иудеев, прибыли к нам, как наши друзья и союзники, чтобы возобновить изначальную дружбу и союз. Они принесли золотой щит в тысячу мин. Нам угодно было написать царям и странам, чтобы они не пытались причинить им зло, не воевали против них, против их городов и их стран, и не помогали бы тем, кто воюет против них. Мы соблаговолили принять от них этот щит, поэтому, если какие-нибудь выродки перебежали к вам из их страны, выдайте их первосвященнику Симону, чтобы он наказал их по своему закону». И то же самое написал он царю Деметрию, Атталу, Ариатрту, Арсаку и во все страны. В Сампсаму, Спартанцам, на Делес в Минт, в Сикион, в Карию, на Самос, в Амфилию, в Лике, в Гогокарнас, на Родос, в Фессалиду, на Кос, в Сиду, в Арат, в Гарсину, в Книт, на Кипр и в Кириену. Список же с этого письма сняли для первосвященника Симона. Вот так автор первой маковейской книги рассказывает о таких вот дипломатических международных успехах. И спартанцы, и римляне написали вот такие замечательные доброжелательные письма, подтверждающие мир, союз. И по самым разным городам, странам эти письма рассылаются. Почему? Да для того, чтобы все знали, что это серьезно, что если напасть на Израиль, то римляне и спартанцы могут вступиться. И все были осведомлены о том, что вот существует такой военный союз. «Когда народ, естественно, народ израильский, услышал об этом, он сказал, «Как нам отблагодарить Симона и его сыновей? И сам он стоял крепко, его братья и дом отца его. И они отбили врагов Израиля и дали ему свободу». Вот таково народное мнение о Симоне и его братьях, что это те люди, благодаря которым Израиль имеет свободу. И они написали об этом на медных дощечках, поместили их на плитах на горе Сион. Вот список этой надписи. Это народная инициатива. Они решили записать то, что они думают по поводу правления Симона и его братьев. 18 июля 172 года, это был третий год великого первосвященника Симона, в Ассарамейле, при великом собрании священников, народа, народных вождей из старейшей страны, нам было объявлено, в пору постоянных военных нашествий Симон, сын Мататтия, священник из сынов Иарива и его братья, не щадя своей жизни, восстали против врагов своего народа, чтобы восставить святилище свое и закон, и великой скавер прославили свой народ. Ионатан собрал свой народ, стал ему первосвященником, затем приглашался к своим предкам. А когда враги решили вторгнуться в их страну и постигнуть на их святыня, тогда против них восстал Симон. Он воевал за свой народ и потратил много своих средств, вооружая людей из войск своего народа, выплачивая им жалования. Он укрепил город Иудеи и Бетсуру, что на границах Иудеи, где прежде было оружие врагов, разместил там крепостную стражу из Иудеев. Кроме того, он укрепил и Олпу, что возле моря, и Газару, что возле границы Азота, в которой прежде обитали враги. Поселил там Иудеев, снабдив эти города всем необходимым для их восстановления. Народ видел верность Симона и то, какую славу он вознамерился принести своим соплеменникам и назначил его своим предводителем и первосвященником за то, что он все это сделал, а также за справедливость и верность своим соплеменникам, которые он хранил, стараясь всемирно возвысить свой народ. Во дни его было ему дано изгнать из страны язычников и тех, кто был в городе Давида в Иерусалиме. Выстроив себе крепость, они выходили из нее, оскверняли все вокруг святилища, наносили тяжкий урон его святости. Но он поселил в ней воинов и иудеев, укрепил ее ради безопасности страны и города и надстроил стены Иерусалима. Поэтому и царь Деметрий утвердил за ним сан первосвященника, причислив его к своим друзьям, прославил его великой славой. Он ведь узнал, что римляне называли иудеев друзьями и союзниками, братьями и с почестями встретили пасхов Симона. И о том узнал, что иудеи и священники постановили, чтобы Симон всегда оставался их предводителем и первосвященником, покуда вновь не восстанет верный пророк. И чтобы Симон был у них военачальником, заботился о святынях, назначал заведующих работами, страной, вооружением и укреплениями, чтобы заботился о святынях, чтобы все его слушались, чтобы все грамоты в стране составлялись от его имени, и чтобы он надевал порфиру и носил золото. Вот так народ свидетельствует о Симоне и о его братьях, что они воцаряются над Израилем фактически, прежде всего, как первосвященники, не потому что они захватили Израиль, а потому что они показали, что они жизни и средства, как там было сказано, и все, что только можно, отдавали, сражаясь за Израиль, за его независимость и за его народ, за его заповеди и за его святилища. И никому из народа, из священников, не будет позволено упразднить что-либо из этого, противоречить тому, что он сказал, собирать без него собрания в стране, а также носить порфиру и золотую пряжку. А кто поступит вопреки этому или что-либо из этого упразднит, будет казнен. Вот такую надпись написали иудеи и поставили таблички с этой надписью на горе Сион, рядом с храмом. И весь народ был согласен поручить Симону исполнение этих решений, а Симон принял это на себя и согласился первосвященствовать, быть военачальником и правителем иудеев, и священников и быть за всех заступником. Эту надпись повелели начертать на бедных дощечках, поместить в ограде святилища на приметном месте, а списки с нее поместить в казнохранилище, чтобы они были в распоряжении Симона и его сыновей. Вот об этом была 14-я глава первой Маковейской книги, которую мы читали в переводе Брагинской Шмайной-Великановой для библейского портала Экзегет. Продолжение следует...